Брещина регион аграрный в областном разрезе с поставленными задачами во всех отраслях сельского хозяйства справляется. Но это если смотреть в общем. Ежели брать в разрезе отдельного района или сельхоз предприятия, цифры радужными не кажутся. Проверка комитета госконтроля показала, что в отдельных регионах не принято действенных мер по выполнению требований главы государства в части обеспечения кормами под полную их потребность. Соблюдение отраслевых регламентов заготовки, хранения и использования травяных кормов, а также соблюдение рационов кормления крупного рогатого скота. В чем причина? Кажется, все условия, в том числе и качественная. Кормозаготовительная техника есть. Как показали контрольные мероприятия, основной причиной невыполнения тех поручений, которые давалось руководством области, главой государства является в первую очередь человеческий фактор, это бесхозяйственность руководителей. В настоящее время в достаточном количестве обеспечены сельхоз предприятия областью специальной техникой по заготовке кормов, по отвозу кормов. Поэтому тут чисто человеческий фактор. 10 миллионов тонн молока в год должна производить Беларусь к 2015 году. Таково поручение президента всем аграриям. Но такой показатель возможно достигнуть лишь путем повышения качества кормов и путем приготовления полнорационных кормосмесей с оптимальным сочетанием грубого и концентрированного корма высокого качества. Но, к сожалению, есть факты низкого качества основного корма для крупного рогатого скота. Есть и другие факты. На сегодняшний день 13 сельхоз предприятий области не обеспечили выполнение задания по заготовке кормов под необходимую потребность. А в трех хозяйствах заготовлено кормов менее 15 центнеров на одну условную голову. При задании не меньше 25 центнеров установлены факты, когда сельхоз предприятиями при заготовке кормов не соблюдаются отраслевые регламенты, что приводит даже к порче заготовленной сельхозпродукции. Такие недопустимые нарушения есть не везде, но все-таки есть. На коллегии заслушивались оправдания руководителя районов и отдельных хозяйств. Совместно искали пути выхода из ситуации. Недавно назначенный руководитель Кобринского района Александр Зазуля, слушая и беря под карандаш все замечания, касаемые Кобринщины, считает, что дела в районе можно поправить, если приложить к этому определенные усилия. Ведь губернатор региона Константин Цумар поставил задачу не из легких – достичь показателя, состоящего из трех сотен. Это зерно, свекла и молоко. Конечно, 100 тысяч молока без качественных, достойных кормов, оно однозначно не состоится. Поэтому мы сегодня и на область полкома, в том числе, рассматривали, много даем кормов, много. А это говорит о чем? Даже больше норм, качество кормов. Поэтому сегодня, думаю, привлечь в том числе науку, буквально перед вот этим заседанием я встречался в том числе с представителями, скажем так, ученого корпуса. Будем проводить семинары. Спасибо, что сегодня готовы бесплатно, в общем-то, где-то смотреть вот эти моменты наши ученые и представители бизнеса в том числе, которые специализируются на кормах, на добавках, на шротах. Поэтому сегодня постараемся все вместе выстроить прежде всего технологию. У нас база неплохая. На коллегии шел разговор и о том, что не соблюдается также рекламенты заготовки сена, сенажа, силоса, а также о том, что корма хранятся недолжным образом. Такие факты установлены у 68 сельхозпредприятий. Это почти в 40% предприятий, имеющихся в области. Установлены факты также и непроведение полного лабораторного анализа заготовленных кормов, что, естественно, влияет на сбалансированность рационов для скармливания скоту. Контрольно-аналитические мероприятия комитета консконтроля прошли во всех районах Брещины. Замечаний достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы и начать работу. Ведь подлежащий камень вода не потечет. Надо работать. И каждый ответственный руководитель это понимает. Работая будем учиться, и я не сомневаюсь, что потихонечку те задачи, которые поставил губернатор, мы к ним будем подходить близко. Потенциал есть, правда? Кобричина, я считаю, это очень хороший потенциальный регион. И мы прекрасно понимаем, какую позицию мы должны определять в области и для области.